Алексей Володых – это вот наш главный специалист в спортивной индустрии. Мы уже опоздали по дежестному пути. Прекрасно мы подходим к разговору по второму этапу. Такое, если у нас ждет прекрасное предложение. Значит, тут с правой стороны есть возможность создать центр для людей с экономичными организациями. Последний зал в гостиничестве. У нас в индустрии достаточно много проводят соревнования. Когда эксплуатация сегодняшних залов уже показала, что не очень совершенна. То есть есть моменты, когда нужно уходить от каких-то полутора этажей, поджарами, цоками, и тогда движутся всю громкость в одном стиле, в другом уровне все делать, и тогда проблемы вот этих людей, которые проводят. А соревнования проходит очень много. Мы по шахматам проводим дороги, и фажисты, и садбисты проводят здесь, и по игровым диспортам тоже проводят. То есть город уже в спортивной индустрии готов демонстрирует это. Но как специального центра для людей с ограниченными возможностями, это уже, и способность начинать с обедения. Виктор Алексеевич предлагает, давайте вот в этой зоне делаем этот, он сам делает до соединения, так сказать, инвестиционный проект, этот спортивный зал и гостиничный комплекс. Мы делаем вот эту зону, вот это предполагание. Когда получается взаимный интерес, ну, цена вопроса где-то около 120 миллионов, и что-то характерно, уже есть само знание, в обменном опеке, на сборной, опыт уже там-то есть, можно на днях приглашать нас всех в диспетинг, как раз в тот самый случай, когда буквально там по-другому сделают соревнования. А вот наш глиохатлетический манеж, который был, который сгорел, мы его видим в очереди, просто как школа спортивная, это был манеж, да? Да, это был манеж, но... Совсем маленький. Ну, не стандартный. А он не стандартный такой. Он не предназначен, он строился как столовское помещение, в связи с появлением стадиона, и потом, через 4 года появилась спортивная школа, это было именно под конечным манежом, в корне 20 метров. А сейчас у нас есть возможность увеличить площадь и сделать его 100 метровым, тоже проект есть, у него проект... Ну, тут была инициатива нашего депутата заканчивается в забране, но я бы инициатива, в основном, но и ушла в наказы. То есть, месяц тому назад было, что это было совершение здесь, депутат, что уже... Вы сможете? Ну, 11 октября, в основном состоянии комитета, как раз эти два вопроса, которые, если по наказам, были включены, это стадион «Авангард» и строительство школы по федеральной программе на районе Южного. И здесь тоже мы изучили все документы, посмотрели на месте, учитывая насыщенность, именно что муниципальные объекты, комитет тоже поддерживает эту инициативу, и Сиркьюрцентры уже не удержаны этот вопрос обсуждали. В программе есть, уже хотя бы то, что мы вошли в программу, будем ждать, естественно, в зависимости от... На какую-то часть проект ПСД разработан? Да. На что? На капремонт, да? 65 миллионов рублей, замена поляны, значит, беговые дорожки, реконструкция от ребенка. Ну, и нас кальтуализировать надо там 14 рублей. Мы даже в Викторе истечном специалистах уже смотрели, абсолютно не надо никакого демонтажа достаточно, ну, все в этих условиях...